Благодарить Бога. Все понимаем, что нужно говорить друг другу спасибо, но насколько это важно, может быть, не все понимают. Сегодня у нас, я немножко расскажу, какая будет программа, сейчас мы услышим слово, покушаем духовной пищи, а потом будет общение и праздник. А Мэтью есть? Мэтью пошел на детский? Аллилуйя! Как ваши дела? Аллилуйя! Бьет, включил. А я не знаю, сегодня будет? Да. Хорошо. Итак, тема сегодняшней проповеди у нас важность благодарения. Важность благодарения. Насколько это важно для тебя? Знаете, ну нельзя сказать сегодня, ну вот не все пришли на служение сегодня, и для них это не важно. Нет. Но те, кто пришли, услышат сегодня слово, которое действительно очень важно. И я изучал эту, ну, как бы, тему, и я услышал, что Бог мне научил через Павла, первого философиликицам, полноту важности благодарения. Давайте откроем. Первое, что Павел говорит, это всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Почему это, я взял эту совокупность благодарения, всегда радуйтесь. Я помню, когда Давидик еще был маленький, и я взял стандартный листочек, и говорю, Давидик, мы будем делать сейчас самолетик. А, не самолетик, а пароход. И он так вобрадовался, он так думал, как сейчас из этого листочка будет пароход. Но для того, чтобы было сделать этот пароход, мне нужно было оторвать кусочек. Мне нужно было из прямоугольника сделать квадрат. И когда я оторвал этот кусочек, он больше не хотел пароход. У него была истерика. Я испортил ту картину, которую он себе нарисовал. Знаете, в благодарении очень важно, первый пункт, это всегда радоваться, независимо от того, что ты видишь на сегодняшний день. Важно радоваться от того, что ты хочешь увидеть, то, что ты ожидаешь. Сегодня я получаю один листочек, и я был на этом уроке, и учитель говорит такой урок, что для того, чтобы что-то увидеть в ребенке, ты не должен разочароваться тем, что он не делает так, как ты хочешь. Ты должен вести его к тому, что ты хочешь в нем увидеть. Понимаете? И когда ты понимаешь вот эту важность благодарения, когда ты понимаешь первый пункт, я буду всегда радоваться, независимо от того, что происходит сейчас. Я буду всегда радоваться, независимо от того, что произойдет завтра, потому что для меня важна эта конечная цель. То есть я буду благодарен Богу, своей семье, своим родителям, своим детям, своим друзьям, своей команде, своим работодателям, или всех людей, кто в соседях. Я буду радоваться. Почему? Потому что я благодарен Богу за то, что вообще я это имею. Независимо от того, как бы кто ни поступал. Знаете, иногда смотришь на родителей, которые разочаровываются, когда дети не выполняют какие-то их ожидания. И они разочаровываются. В это воскресенье будет хорошая тема, где мы будем учиться благодарить детей. Мы изучали, как благодарить супругам, но мы будем изучать, как нужно, как важно благодарить детей за то, что у вас вообще дети есть. Понимаете? И когда ты радуешься всему тому, что происходит вокруг тебя, всегда радуйся, ты будешь благодарен. Почему огромное количество неблагодарных? Почему огромное количество людей разочарованы? Почему огромное количество людей, знаете, как в депрессиях, ропщут, постоянно какие-то выражения говорят, но не очень, но цензурные даже. Почему? Потому что они разучились радоваться. Почему нет благодарения? Мы разучились радоваться. Радоваться тому, что ты имеешь. Радоваться тому, что ты, возможно, будешь иметь. Знаете, как бы, ну, у каждого человека огромное количество поводов, чтобы не радоваться. Мы проснулись, и что-то пошло не так. Мы вчера ожидали начать завтра новый день по-новому. Знаете, вот, ну, мы часто, я не знаю, как вы, я часто даю себе обещание. Завтра я сделаю все по-новому. И наступило завтра, ты проснулся, и что-то пошло не так, и ты разочаровался. Завтра я начну отношения другие, и что-то пошло не так, и ты разочаровался. Почему? Первый пункт. Радуйся. Всегда. Второй пункт. Непрестанно пребывайте в молитве. Непрестанно пребывайте в общении с Богом. Почему? Огромное количество людей перестали радоваться и перестали благодарить за то, что они имеют, потому что нет взаимоотношений с Богом. Нет взаимоотношений от того, кто даст уверенность и надежду. Когда у меня что-то, ну, не идет не так, или что-то не получается, я иду к Богу. Я говорю, Господь, что произошло? И Бог дает мне Духа Святого, который утешивает меня. И тогда мое сердце опять наполняется радостью. Когда у меня что-то идет не так, я ищу время или возможность, как прославить Бога, или поклониться Богу. Потому что я понимаю, что именно в это время Бог сделает что-то с моим сердцем. Бог сделает что-то с моей душой. Бог сделает что-то в моем разуме. Почему? Потому что вот это, знаете, состояние непрестанной молитвы, непрестанное взаимоотношение с Богом, тебя не может разочаровать человек, тебя не может разочаровать ситуация, тебя не может. Почему? Потому что ты постоянно в отношениях с Богом. Тебе нужно научиться, для того, чтобы быть радостным, и для того, чтобы всегда благодарить, тебе нужно научиться видеть конечный результат. Представьте художника, который увидел конечную картину. Он идет к этой картине, иногда некоторые художники, они годами рисуют свои картины. Он подбирает мазки, он подбирает краски, он подбирает какие-то ситуации. Иногда он может проснуться посреди ночи и сделать только один мазок. Иногда он может потратить целый месяц для того, чтобы сделать какой-то просто контур какой-то. Мне когда-то, я не помню, это у нас, кажется, в церкви была такая викторина, и почему Репина не впускали в картинные галереи? Да, это же у нас было. Знаете почему? Потому что когда он туда заходил, он всегда что-то дорисовывал. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда ты видишь конечный результат, ты идешь к конечному результату, и тебя ничего не может разочаровать. Тебя ничего не может допустить в твоей жизни разочарование или ропот, или депрессию. Почему? Потому что ты идешь к конечному результату. Ты радуешься, у тебя есть взаимоотношения с Богом. Если что-то идет не так, есть Бог, который может тебе объяснить или утешить, или скорректировать. Возможно, ты что-то сделал не так, и Бог исправит это все. И у тебя есть взаимоотношения с Богом. Ты должен видеть конечный результат, и ты не должен разочароваться на том, что происходит сегодня. Это не имеет никакого значения. Даже завтра не имеет значения. Имеет значение только в вечности. Ты попадаешь в вечность или не попадаешь? Если попадаешь, то куда? За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Какая во Христе Иисусе Божья воля? За все благодарите. Что-то идет не так? Спасибо Господи, что что-то пошло не так. Потому что, возможно, ты спас меня сегодня от чего-то. Спасибо Господи, сколько раз я слышал истории, которые люди не успели на самолет. И этот самолет не приземлился по-нормальному. Сколько я знаю людей, которые были, ну, там, ссоры все в семьях, из-за того, что кто-то там не вовремя захотел носик припудрить. И когда выехали позже, увидели, что произошло на дороге. Я помню, я ехал из одной точки в другую точку, и меня постоянно торопили. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Я говорю, я не знаю, у меня нету, ну, вот, на сердце ехать быстрее. Будем ехать, как едем. И когда мы доехали до определенной точки, я видел, как одни ребята обогнали меня. И они, ну, когда мы приехали, машина была расчлененная. Все люди умерли в этой машине. Я думаю, Боже мой, за все благодари. Потому что ты не знаешь, что будет через метр, через секунду. За все благодари. За хорошее, за плохое, за лучшее, за худшее. Не важно. Это не имеет никакого значения. Имеет значение твое состояние сердца. За все благодари – это твое состояние сердца. За все благодарить – это твое внутреннее состояние. Что бы ни произошло, я научусь благодарить. Почему? Потому что это есть воля Божья во Христе Иисусе. Если ты во Христе Иисусе, тебе нужно понять Божью волю для себя. За все благодарить. Все. Воля Божья. Для меня я благодарю. Не имеет значения, что происходит. Иногда мы говорим, вот это все плохо. Почему все плохо? Потому что ты разучился благодарить. Ты больше своим ртом. Слово Божье говорит. Жизнь или смерть во власти твоего языка. Или жизнь или смерть во власти твоего языка. Но если ты говоришь, Господь, я поговорю тебе спасибо. Я благодарю тебя за эту ситуацию. Слава Господу за то, что это произошло. Потому что первое – это урок. Даже если это что-то плохое. Первое – это урок. А второе – это опыт. Понимаете, о чем я говорю? За все благодарить. Когда ты делаешь скульптуру какую-то, ты можешь ударить. Я помню, мы делали в школе эти скульптуры. И ты можешь ударить молоточком и этим зубилом. И отлетит какой-то кусок такой. Ты так разочаруешься. Думаешь, Боже мой. Я так хотел, чтобы было красиво. Но на следующий день ты приходишь успокоенный. И смотришь, а этот кусочек сделал шедевр из этой скульптуры. Именно этот кусочек, который отлетел. Ты сегодня можешь разочароваться от чего-то. Но завтра – это, возможно, была часть шедевра, который Бог хотел сделать в своей жизни. А ты уже разочаровался. А ты уже был в депрессии. А ты уже там волосы на голове вырвал. Уже парик надо одевать. За все благодари. Следующее. Духа не угасайте. Дух, который в тебе, не угасайте. Как мы можем угасить дух? Дух, унылый дух сушит твои кости. Унынием, депрессией, разочарованием. Непониманием того же важного. Потому что ситуация, возможно, на сегодняшний день что-то происходит в твоей жизни. Она может быть нехорошая. Но ты не понимаешь всей картины целиком. Только когда ты посмотришь на всю картину целиком, только тогда ты можешь понять, это хорошо или плохо. Картина целиком – это хорошо или плохо. То, что произошло с Адамом и Сьевой в третьей главе 5-е, когда они встретились со змеем, они просто не увидели картину целиком. Они захотели удовлетворить свои какие-то вожделения сейчас. А к чему это привело? Не угасайте духа. Не уходите от водительства Божьего. Следующее. Пророчество не уничижайте. Пророчество, которое говорится в Библии, для вашей ситуации. Найдите слово для своей ситуации. И фокусируйтесь на нем. Фокусируйтесь на этом слове. Что Бог говорит тебе. Не что обстоятельства говорят тебе, а что Бог говорит тебе об обстоятельствах, о ситуации. Не что врачи тебе говорят, а что Слово Божье говорит тебе. Не что говорят тебе люди, которые, возможно, завидуют тебе, а что Бог говорит тебе об этой ситуации. Вот это самое главное. И тогда ты будешь благодарен в полноте. Не просто абстрактным. О, Господи, спасибо. А выходишь из церкви, жихаешь этого Бога, что Он допустил что-то в твоей ситуации. Не уничижайте пророчества. Все испытывайте и держитесь хорошего. То есть, когда в твое сердце будет переполнено благодарностью ты будешь испытывать все. Ты будешь проверять все. Ты, возможно, будешь относиться к чему-то с... Здравствуйте. Вот это праздник. Это моя крестница. Первое. Вот. И Бог говорит, да? Слово Божье говорит. Все испытывайте, но держитесь хорошего. Если ты что-то проверяешь, да? И ты чувствуешь, что это может привести тебя в депрессию, или в разочарование, или тебе наговорили что-то, ты говоришь, стоп. Я буду держаться только хорошего. Потому что именно это поможет мне остаться в благодарном сердце. Именно это поможет остаться мне всегда в радости. Именно это поможет мне остаться во взаимоотношениях с Богом. Что самое главное. Следующее. Удерживайтесь от всякого зла. Для того, чтобы твое сердце было переполнено благодарностью, тебе нужно удержаться от всякого рода зла. Тебе нужно сказать себе, все, я не буду больше разрушать свою жизнь. Я не буду больше разрушать своих друзей, своих родственников. Я не буду больше разрушать то, что Бог делает в моей жизни. Потому что я не знаю, чем Бог, и почему Бог допускает иногда какие-то ситуации. Я не знаю почему. Но я знаю одно, что я должен научиться благодарить. Это важно. Следующее. Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И Павел говорит филосникийцам, сам же Бог мира, придет время, когда Он осветит тебя. Он наполнит тебя во всей своей полноте. Ваша душа, и ваш дух, и ваше тело пустая сохранится в целостности. Не допустите в свой дух, или в свою душу, или в свое тело разделение, разочарование, агрессии, злобы, грусти. Не допустите. Потому что это разрушает вас. Это мешает вам быть сфокусированным на том, что Бог приготовил для каждого из вас. И когда ты поймешь вот эти просто прописные истины, первое, всегда радоваться. Второе, иметь взаимоотношение с Богом. Третье, всегда благодарить. Что бы ни происходило, спасибо Господи. Знаете, иногда люди говорят, я потерял деньги. Скажи Богу спасибо, еврейская мудрость. Спасибо, что взял деньгами. Понимаете, то есть ничего не произошло. Ты просто что-то потерял. Следующее, не угожайте свой дух. Не измените своим духовным принципам. Следующее, не уничижайте то слово, которое Бог сказал вам для каждой ситуации. Следующее, только держитесь хорошего после того, что вы испытали. Знаете, иногда люди докапываются до мелочей. И именно в этих мелочах они разочаровываются. Научись держаться хорошего. Увидь во всем, что происходит, хорошее. Это великая мудрость. Найти хорошее в ничтожном. И удерживайтесь от всякого зла. Давайте следующее. Почему важно? Второзаконие, 8 глава, с 10 по 17 стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. То есть эти заповеди, которые Бог начал разговаривать с людьми после того, когда Он вывел их из Египта. Он говорит, ребята, когда ты будешь насыщаться и кушать то, что Бог тебе дал, не забудь благословить и поблагодарить Бога. Знаешь, то, что ты имеешь сегодня, это не так плохо, то, что ты имел вчера. Вы же понимаете, вчера это образно. Год назад, 10 лет назад, 20 лет назад. Это не так плохо. А возможно, даже это и отлично. То, что ты имеешь сегодня. И когда ты насыщаешься и кушаешь и имеешь какой-то избыток на сегодняшний день, то не забудь благословить Бога и поблагодарить Его. Не забудь об этом. Не забудь, что Бог... Знаете, я сегодня общался с одним человеком и я говорю, знаешь, я всегда помню тот момент, когда я ходил пешком. Я всегда помню тот момент, когда мне не было за что покушать. И я всегда помню, как ты поверил в меня и доверил мне определенные должности и обязанности. Я всегда об этом помню. Я всегда помню, что Бог сделал в моей жизни как Бог и как Он сделал через людей что-то в моей жизни. То есть, когда ты что-то имеешь, не забудь благословить и поблагодарить Бога. То, что ты есть на сегодняшний день, это первое, это Божья заслуга. Это дай аминь. Второе, это твои родители. Какие бы они по твоему мнению не были бы хорошие или плохие, они твои родители, которые не отказались от тебя, когда ты был зачат. Третье, кому тебе нужно благодарить, это своим супругам, которые согласились быть с тобой вместе. четвертое, кому нужно благодарить, это твоим детям. Просто скажите им спасибо. Я дам ряд мест из Писания в это воскресенье. Почему же мы должны благодарить наших детей? Следующее, кого нужно благодарить, это поблагодарить своих друзей, которые, возможно, независимо от того, что ты делаешь гадости в их жизни, они все равно продолжают с тобой дружить. Они все равно продолжают тебя терпеть. Они все равно продолжают тебе доверять. Они все равно продолжают, даже когда тебе тяжело, они первые. Знаете, кто такие друзья? Это когда тебе тяжело, они первые тебе позвонят. Не друзья, которые на фейсбуке, а друзья, которые рядом. Следующее, 11 стихи. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. не соблюдая заповеди Его и закона Его и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе. Берегись. Бог разговаривает с Моисеем и говорит, берегись, чтобы ты не забыл то, что Бог делает для тебя. Важность благодарения. Берегись, чтобы ты не забыл. знаешь, когда ты не благодаришь за то, что Бог тебе сделал, придет момент, когда ты можешь это потерять. Если ты не научишься благодарить Бога, родителей, семью, детей, друзей, окружения, своих соседей, возможно, придет момент, когда ты можешь это потерять. и кто-то думает, все, что я имею, это вечно, ничего не вечно, только Бог. Если ты не научишься радоваться, непрестанно молиться, благодарить за все и так далее, те пункты, которые я говорил, придет момент, что ты можешь это потерять. Берегись. У нас это стих. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Когда ты будешь иметь какие-то вещи в своей жизни, когда ты достигнешь каких-то результатов в своей жизни, когда ты думаешь, что ты чего-то достоин в этой жизни, когда ты получишь материальный достаток, смотри, чтобы твое сердце не надмилось. Знаете, я помню, когда я пришел к Богу, и я всегда хочу это сохранить. Я не хочу, не дай Боже, потерять, хотя бы на секунду, сказать, что это я такой крутой. Нет. Это Бог сделал всю мою жизнь. Знаете, я не хочу допустить, чтобы, не дай Боже, что-то себе приписать из того, что там моя жена, это моя собственность. Нет, это Бог мне ее дал. И я благодарю его за нее. Я благодарю ее, что она рядом со мной. Я иногда, не всегда, но иногда говорю, к сожалению, что вряд ли кто-то смог бы пройти со мной этот десятилетний путь. Я им спасибо, я говорю, спасибо тебе. Я благодарю своих детей. Да, можете похлопать, она достойна. Как-то вы не сильно похлопали, но ладно, в следующий раз похлопать. Я благодарю своих детей. Я всегда говорю своему, ну, Давиду, Андрюша еще просто это не понимает, но я ему тоже говорю, но Давиду я всегда говорю, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты мой сын. Спасибо Богу за тебя, чтобы он дал мне именно тебя. Спасибо, что ты слушаешь меня. Спасибо, что ты достигаешь каких-то результатов. Спасибо тебе, я благодарю Бога за тебя. И спасибо тебе, потому что ты можешь отказаться от этого все. Но ты должен знать, что я благодарен Богу за тебя. То смотри, чтобы не наднилось твое сердце. Смотри, чтобы ты ничего не присвоил себе. Давайте дальше. Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змей, василийские, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который истощил для тебя источник воды и скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Я хочу этот стих еще раз прочитать. Питал тебя в пустыне манную, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Понимаете, почему я говорю, что за все нужно благодарить? За манну нужно благодарить, за испытания нужно благодарить, За трудности нужно благодарить За какие-то неустройства нужно еще больше благодарить Когда что-то, помните, когда у нас произошла ситуация такая Сначала я попал в такую капкан А потом я начал благодарить Говорю, Господь, спасибо тебе И на сегодняшний день, когда мне кто-то рассказывает про эту ситуацию Я говорю, Боже, слава Господу, что она произошла Потому что благодаря этой ситуации мы получили намного больше, чем мы потеряли Понимаете? Благодарю тебя за эти испытания, за эти трудности Потому что ты закалил меня, ты смирил меня Ты дал мне больше понимания того, кто ты есть в моей жизни Ты дал мне больше понимания, кто ты есть на самом деле Ты дал мне больше понимания, чтобы не я сказал, что это я такой крутой А чтобы я еще больше понял, насколько крутой ты Понимаете, почему нужно важно благодарить? И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрела мне богатство. Не дай Боже когда-либо тебе сказать, что что-то твоя рука или твоя сила, или что-то твои мысли, или твоя заслуга есть в твоей жизни. Не дай Боже тебе просто когда-то присвоить себе то, что Бог сделал в твоей жизни. Тогда это уже все, ты потерял благодарность Богу, ты потерял уважение к Богу, ты потерял ту силу, которую Он поднимал тебе. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он квятвою утвердил отцам твоим. Почему Он хочет это сделать? Чтобы ты помнил Его, чтобы ты понимал, что Он дает тебе силу приобретать все то, что ты на сегодняшний день возможно не имеешь. Что-то тебе необходимо, Он даст тебе силу это приобрести. Дабы ты, для чего Он это делает? Чтобы исполнить, Он хочет исполнить в твоей жизни свой завет, который Он пообещал Аврааму, Исааку и Иакову. Мы дети завета через Авраама и через Иисуса Христа. Мы дети завета. Все, что Бог пообещал Аврааму, Исааку и Иакову, все, что Бог пообещал Иисусу Христу, мы дети завета. И Он хочет исполнить свой завет в нашей жизни. Если ты что-то не имеешь на сегодняшний день, только из-за того, что ты не понял еще важность благодарения. Если что-то еще не произошло в твоей жизни, ты не понял, кого нужно поблагодарить. Ты не понял, кто на самом деле является хозяином твоей жизни. И кто достоин того, чтобы воздать Ему всю славу и честь. Аминь. Аллилуйя.